здравствуйте уважаемые садоводы и огородники меня зовут русских иван я приветствую вас на канале про цветок сегодня мы поговорим с вами о различных сортах чеснока о различных типах сортов и тех сортах которые я использую для посадки под урожай 2019 года большинство информационных ресурсов посвященных чесноку популярных ресурсов говорит о том что существует два типа чеснока это яровой и озимый озимый чеснок отличается тем что он стрелкуется у него вот здесь посередине из луковицы торчит вот такой вот остаток цветоноса и он формирует один ряд довольно крупных луковиц у ярового чеснока в отличие от озимого стрелки нету и он формирует несколько таких как бы кругов луковиц внутри причем наружные луковицы более крупные а внутренние луковицы помельче и эти луковицы используются для дальнейшего размножения чеснока на самом деле все немного а может быть даже и гораздо сложнее разнообразие чеснока сортов чеснока поражает воображение можно найти вот такие вот крупные очень луковицы с крупными зубками как правило это действительно сорта озимого чеснока стрелкующиеся которые довольно плохо лежат вообще есть такая тенденция чем крупнее сами зубки и луковицы тем хуже сохраняется этот сорт в течение зимы имеются сорта с более мелкими луковицами это не только признак совершенства агротехники будет луковица крупная или мелкая но это также и сортовой признак вот например у меня здесь есть сорт полет типичный озимый стрелкующийся чеснок у которого в норме вот такая вот луковица не не крупнее чем вот те которые я держу в руках в то же время это старый сорт созданный еще в советском союзе в нашем белорусском не и овощеводство достаточно надежный хорошо зимующий он всегда мне даст хороший урожай и поэтому я его использую ну те кто живет беларуси может найти этот сорт магазинах минсортим овощ вот можете посмотреть на экране там я его и прикупил для обновления посадочного материала считается что яровые сорта чеснока являются не зимостойкими именно поэтому они высеваются рано весной однако на самом деле это не так особенно в южных регионах посадка ярового чеснока под зиму позволяет нам получать на 20-30 процентов больше урожая чем посадка его весной с учетом того что агротехника чеснока совершенствуется луковицу можно немножечко подзаглубить а кроме того сейчас зимы уже не такие суровые как раньше можно положить достаточно мощный слой мульчи для того чтобы обеспечить перезимовку ярового чеснока и этот прием посадки ярового чеснока под зиму является очень и очень перспективным и озимый чеснок и яровой чеснок может обладать антоциановой окраской чешуй специалист такой грамотный специалист не всегда сможет даже на глаз определить озимый это чеснок или яровой в отношении некоторых сортов например поэтому и озимые и яровые сорта чеснока могут обладать как без антоциановой окраской луковицы вот здесь вот так и антоциановой окраской луковицы когда здесь появляется вот такой фиолетовый окрас ну считается что сорта с антоциановой окраской вот как этот вот этот или вот у меня есть вообще такой очень-очень антоциановый сорт это местный сорт как бы тут стародавний в этой местности он все время есть и никто не может вспомнить откуда он взялся все говорят что вот он здесь всегда был и и хотя у него совершенно небольшого размера головки он у тоже очень надежен и тоже обладает сильной антоциановой окраской так вот считается что наличие антоциановой окраски позволяет растению пережить холодовой стресс в принципе физиологи растений это подтверждают и говорят что да так на самом деле оно и есть поэтому если в вашем регионе зимы зимы более суровые вы находитесь более суровых морозных условиях зимой то в этом случае вам следует выбирать сорта с темной окраской кожуры с наличием антоциана но в то же время я вот систематически высаживаю вот этот сорт у которого в кожуре антоциан полностью отсутствует и он меня все время радует вот другой сорт ярового чеснока который тоже меня радует и он уже в отличие от этого сорта обладает антоциановой окраской то есть это сортовой признак который никак не характеризует отнесение сорта к яровому или озимому типу кроме того что есть различия по морозостойкости то есть озимые сорта как правило они обладают очень сильной морозостойкостью а яровые не очень и очень варьирует их морозостойкость среди озимого чеснока существуют стрелкующиеся и не стрелкующиеся формы что это означает это означает что даже если сорт характеризуется как озимый у него цветочной стрелки может и не образовываться и он может не цвести как правило такие сорта гораздо более урожайные потому что они не тратят энергию не тратят силы на выгонку вот этой стрелки и потом не надо обрезать ее соответственно не нужно травмировать растения и как-то следить за этим поэтому все силы уходят на формирование основной луковицы ну вот я вам сейчас покажу что такое стрелкование существуют вот такие вот сорта с промежуточным типом они как бы полустрелкующиеся что такое вообще стрелка стрелка это цветонос и у яровых сортов стрелка наружу не выходит она остается внутри самой луковицы и маленькие луковички которые там образуются это не что иное как те же бульбочки которые образуются на озимых стрелкующихся сортах если мы оставим эту стрелку вырастим эти бульбочки ну может быть для дальнейшего размножения сорта это кстати очень хорошо оздоравливает посадочный материал так вот у некоторых сортов эта стрелка прекращает свой рост еще в земле и вот здесь вот вторым ярусом образуются вот такие вот небольшие луковички то есть он выше вот здесь стрелку не даст в то же время этот сорт является типично озимым сортом очень хорошо перезимовывает и является очень удобным в агротехнике я не знаю откровенно говоря как он называется потому что покупал я его просто когда-то давно в гипермаркете но с тех пор поддерживаю его потому что он показал себя как очень удачный сорт если бы вот этот вот ярус луковиц не вышел и всю отсюда из этой луковицы остался там внутри как например вот в этом же экземпляре луковицы того же сорта вот он здесь остался внутри то может быть даже и специалист сказал бы что это перед нами самый настоящий яровой чеснок для чего я это все так подробно рассказывал для того чтобы прекратить какие-то сомнения или споры относительно того можно ли создать так называемый яровой чеснок подзиму то есть на самом деле многие могут принять яровой чеснок за не стрелкующийся озимый и таким образом внести некоторую путаницу то есть надо помнить что существует три основных типа сортов это озимый стрелкующийся у которого надо удалять стрелку для того чтобы получить более крупную луковицу озимый не стрелкующийся который внешне луковица будет крупная но как бы больше степени похоже на яровой чеснок и типично яровой чеснок по сути озимый не стрелку а зимый не стрелкующийся чеснок от ярового не стрелкующегося отличается только зимостойкостью своих луковиц зимостойкость чеснока зависит в первую очередь от уровня накопления сахаров внутри самой луковицы а мы можем регулировать уровень накопления этих сахаров благодаря правильным и грамотным подкормкам достаточное количество калия и достаточное количество фосфора во время роста развития растения и особенно образование луковицы является залогом перезимовки тех семян которые мы возьмем для будущей посадки именно поэтому эти два элемента питания так важны для чеснока именно поэтому при подготовке грядки к посадке чеснока надо побеспокоиться о том чтобы внести эти удобрения в достаточной дозе заранее примерно за неделю-полторы до планируемой высадки зубков семян и соответственно подготовить эту грядку как следует что касается способов посадки чеснока способов посадки чеснока достаточно много это может быть посадка одни отдельными зубчиками такая традиционная посадка отдельными зубчиками именно она является наиболее успешной и дает максимальный урожай можно также сажать луковицы в несколько ярусов ну например в два яруса чтобы они росли вот таким вот образом некоторые рекомендуют сажать чеснок целыми головками но я вам покажу что получается вот эти вот две луковички росли рядышком целыми головками вот смотрите что получается что вот разве можно сравнить размер вот этой луковицы и размер вот этой луковицы то есть если вы целой головкой посадите конечно же у вас чеснок будет он вырастет но вот эти вот головки луковички они будут мешать друг другу будут конкурировать друг с другом будут забирать питание друг у друга и конечно такими крупными как мы бы ожидали как если бы мы сажали отдельными зубками вот такие луковицы мы конечно не получим и так я рекомендую высаживать как можно больше сортов надо подбирать и стародавние сорта которые хорошо адаптированы к этой местности надо подбирать и новые сорта надо подбирать сорта нестрелкующегося зимого чеснока ну который некоторые могут принять за яровой чеснок надо пробовать сорта районированные, официально районированные в этой местности. Надо пробовать иностранные сорта обязательно, для того, чтобы сформировать у себя на участке набор из 4, 5, 6 сортов чеснока, который не будет храниться долго, который нужно будет съесть буквально до Нового года. Вот такой вот с очень крупными зубцами. После Нового года у него зубчики делаются желтыми, вялыми, некрасивыми. Это не болезнь, это просто такой сорт. Он просто так не хранится. Даже если вы его положите в трехлитровую банку, будете держать его открытым, я храню так чеснок дома тоже. Все равно успешность хранения вот таких очень крупных головок, ну она не такая хорошая. Вот такой вот чеснок, более мелкий, озимый, он хранится гораздо-гораздо лучше. Ну а лучше всего хранится, конечно же, яровой чеснок. Вот перед нами, например, образец ярового стрелкующегося чеснока, то есть даже есть и такой, который высаживается весной, дает стрелку и дает несколько кругов здесь луковичек. По краю дает крупные луковички, а внутри дает вот такие вот мелкие луковички. И в то же время он свел, у него есть стрелка. То есть не стоит мыслить стереотипами. Селекция чеснока двинулась с 70-х годов, потому что фразами 70-х годов часто пользуются в популярной литературе до сегодняшнего дня, когда говорят о двух типах сортов чеснока и каких-то привязках морфологических признаков. Например, нет антоциановой окраски, беленькие зубцы – это яровой. А есть антоциановая окраска, окрашенные зубцы – это азимы. Это все стереотипы, которые уже 40 лет назад были актуальны, но уже на сегодняшний день они не актуальны. Надо смотреть на ассортимент чеснока гораздо шире, пробовать весь этот ассортимент, с чем мы с вами и займемся в следующем нашем выпуске. Всего хорошего, до встречи! Субтитры подогнал «Симон»!